МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнор Жакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Новое здание интерната для слабовидящих детей для них не предназначено. Такое заявление делают родители, возмущенные многими проблемами интерната. Летающие роботы-почтальоны внедряются в Карагандинской области. Глава региона Ерлан Кушанов принял участие в первом пробном запуске беспилотного летательного аппарата. В Карагандинском государственном университете имени Букетова на четырех факультетах открыты курсы, на которых студентов знакомят с казахским алфавитом на основе латиницы. В казахстанском обществе активно обсуждают переход на новый алфавит. Обо всем более подробно. Некоторые школы Карагандинской области до сих пор не готовы к работе. В областном экономическом суде десятки исков на подрядчиков от директоров учебных заведений. Неутешительная ситуация и в новом интернате для слабовидящих детей. По словам родителей, здание попросту не предназначено для их детей. Хорошо, тогда с 1 сентября уступает учительство. До этого надо все недостатки контролировать. Это вам вопрос. 21 июля Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов посетил новый интернат для слабовидящих детей. Главе региона доложили о полной готовности нового учебного заведения. Небольшие недочеты обещали исправить до 1 сентября. Но исправили ли? Сегодня родители здешних учеников заявляют, что в здании невозможно заниматься. До сих пор большие перебои с водой, канализацией и электричеством. Звонок дают вручную, а столовая впервые заработала только несколько дней назад. В некоторых кабинетах при наличии интерактивной доски отсутствуют розетки обесточенные. На третьих этажах чисто для вида повесили вот эти. Оповещатели, если ребенку плохо, он нажимает красную кнопку. Они отключены. Они не работают, не подведены. Родители отмечают, что незрячие дети передвигаются в лабиринтах коридоров с опасными окнами на всю стену. Стены слишком широкие, а на уличной плитке скользко уже сейчас. Она не для нас строилась. Вот у меня ребенок в первый класс пошел. Первый раз. Я прихожу, я вижу перила. Посмотрите, обратите внимание. Их построили как для ресторана. То есть у нас на каждом этаже ребенок поднимается, держится за перила, а потом дыра. Вчера вот уже был инцидент. Ребенок, его еле успели поймать. Был инцидент, через эти перила чуть не упал. Первый классник вчера, ребенок разбил лоб, его вчера завели в медпункт, еле остановили кровь. Он на круглосуточный, его нельзя домой забрать. И до мамы дозвониться уже действительно невозможно было. Директор интерната уволился прямо перед началом учебного года. Вслед за ним свои полномочия сложили завучи. Родители предполагают, что виной всему многочисленные проблемы. У нас лучшие учителя и воспитатели все уходят, потому что невозможно работать. Мы теряем лучшие, потому что в тефлоостре этих учителей нет, у нас не учат. И мы остаемся без учителя. Вот лично наш класс, 6-й Д-класс, остался без учителя. Вот в сентябрь дорабатывает, она уходит. Куда нам идти, как нам теперь идти? Я думаю, что мы как в Алма-Ате, школа закроется. Учебный год начался с проблем и в других школах области. Многие подрядчики просто не успели закончить ремонт вовремя. Сейчас в экономическом суде рассматривают больше 10 исков от директоров школ. Они требуют признать подрядчиков недобросовестными и взыскать неустойку. Эти санкции, они применяются исключительно к юридическим лицам и к индивидуальным предпринимателям. Но если говорить о каких-либо законам установленных препятствиях для создания других юридических лиц, либо участия других юридических лиц, в которых, допустим, одни и те же участники, в данном случае таких препятствий законам не предусмотрено. Это значит, что руководители подрядных организаций вправе открыть другую компанию и снова участвовать в госзакупках. Но не всегда в затянувшихся работах виноваты подрядчики. К примеру, в школе номер 22 города Тимиртау ремонт начали лишь на этой неделе. Закончить работы планируют только в декабре. Денежные средства были выделены по итогам 2016 года. Конкурсные процедуры все были начаты уже с декабря 2016 года. И итоги конкурса у нас состоялись только в августе месяце. Было принято решение все же продолжить капитальный ремонт в этом объекте. И временно, на период проведения капитального ремонта всех деток, мы разместили в ближайшей школе 16-й. Эту школу построили в 1963 году. С этого момента капитального ремонта она не видела. Скоро в ее стенах откроют также мини-центр для дошколят. Этому району он действительно нужен. Только вот 200 нынешних учеников теперь теснятся в соседней школе. В родное учебное заведение они вернутся минимум через три месяца. Если ремонт все же успеют сделать в оговоренные сроки. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области состоялся первый запуск беспилотных летательных аппаратов-дронов, которые будут доставлять письма и посылки в отдаленные сельские почтовые отделения. Запуск беспилотного почтальона продемонстрировали возле города Сарань. Дрон отправили в поселок Дубовка. Обеспечить своевременную оперативную доставку корреспонденций в отдаленные местности теперь станет легче, заявили в Каспочте. Карагандинская область самая большая в стране. Населенные пункты находятся на большом расстоянии друг от друга. Сложный рельеф, а также неблагоприятные погодные условия заставляют искать альтернативные пути доставки. К примеру, в Лутаусском районе бывший совхоз Садпаев на сегодня находится в 360 километрах от районного центра. Доставить туда в зимнее время почту, другие предметы первой необходимости, очень сложно. Эту почту иногда получают через месяц или через полмесяца. Но сегодня мы эту проблему решаем. Запуск дрона продемонстрировали в степи возле города Сарань. Его отправили в поселку Дубовка. Летательный аппарат оснащен программой, которая автоматически направляет дрон в конкретную точку. По прибытию в место назначения дрон сбрасывает пакет с почтой и самостоятельно возвращается назад. В Дубовке почтальон встретил дрон и принял пачку газет. Нам как бы смартфоны выделяли. Тот человек, который бы запускал их, получается, нам звонил. И мы выходили бы на точку, ранее установленную там маршруту устанавливали. И встречали бы, приезжали бы в отделение. И начальник бы отзванивался туда далее, то, что все почту приняли и дальше на работу. Тестовые полеты проходили с 1 июля. По словам руководителя компании «Казпочта», показаны отличные результаты. А жители отдаленных сел на себе испытали положительный эффект от нововведения. Налетали уже 9 тысяч километров, 250 часов налетов. Перевезли 500 килограмм газет. То есть в тестовом режиме мы два месяца поработали. И с сегодняшнего дня мы в промышленной эксплуатации этих технологий дроны запускаем. И поэтапно будем расширять по заявкам акиматов областей и районных акимов. По заявкам их будем запускать данные технологии. Между тем, дроны не смогут выполнять работу по доставке почты при сильном ветре. Они способны поднять груз до полутора килограммов и перенести его на расстоянии до 70 километров. Особо отмечено, что сами беспилотные летательные аппараты предоставляют в аренду компания, которая занимается их продвижением в Казахстане. «Казпочта» получает услугу. Она не закупает дроны. Сами дроны, конечно, очень дорогие, но эту нагрузку берет на себя наша сторона. И Казпочта получает только услугу доставленной корреспонденции. То есть мы берем на себя обслуживание аппаратов, сборку, все расходы, связанные с эксплуатацией. А Казпочта получает доставленный пакет в нужное время, в нужном месте. Председатель правления Казпочты заявил, что дроны не заменят сотрудников. Ни один почтальон уволен не будет. Дроны-почтальоны – это не единственный совместный проект Казпочты и Акимата Карагандинской области. На очереди создание цифрового офиса, а также сортировка почтовых грузов в Карагандинском аэропорту. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аскан 5 литров – 1619 деньги. Средства для стирки Тайт – 1799 деньги. Скиф просто сравни цены. Общественные слушания по специальному проекту перехода казахского языка на латинский алфавит. Провел областной департамент по развитию языков. Цель мероприятия – предоставить общественности всеобъемлющую информацию о постепенном переходе казахского языка на латиницу. Слушания прошли в юношеской библиотеке имени Жаека Биктурова. Гуляру Этигенова – студентка гуманитарного колледжа. В будущем она станет учителем начальных классов. Гуляру заявила, что целиком и полностью поддерживает внедрение латинского алфавита. Она также готова преподавать обновленный казахский язык будущим поколениям. Первоклассников мы должны научить латинскому алфавиту. Это достижение не только для нас, но и для наших будущих поколений. Переход на латинский алфавит – это основа духовного возрождения. Именно так назвали свое мероприятие в областном управлении по развитию языков. В своей программной статье «Взгляд в будущее и модернизация общественного сознания» глава государства установил, что в 2025 году казахский язык должен перейти на латинский шрифт. Уже с этого нового учебного года в стенах высших учебных заведений начались обсуждения по переводу на латинскую графику. По словам лингвиста Биктурсына Калиева, переход на латинский алфавит является требованием времени, потому что именно на латинице публикуются инновационные знания. Весь Карагандинский государственный университет поддерживает внедрение латинского алфавита. В связи с этим уже сегодня в четырех факультетах ведутся специальные курсы. Это на филологическом, педагогическом, химическом и историческом факультетах. Доктор филологических наук Койлыбай Асанов отметил, что поддерживает переход на латинский алфавит. По его словам, латынь не чужда к казахскому языку. В 30-х годах прошлого века казахская письменность была именно на латинице. К тому же для нынешнего подрастающего поколения это не вызовет проблем, потому что молодежь сегодня активно изучает английский язык. Кроме того, переход на латиницу открывает путь к общению с мировой цивилизацией и развитием науки и образования. Это не быстрый процесс. На полноценное внедрение латинского алфавита могут уйти годы. Все будет идти поэтапно. Будут переводиться все книги. Но это не значит, что книги, написанные на кириллице, мы просто выбросим. Все это останется в наших исторических архивах. Сегодня в Казахстане активно идет процесс публичного обсуждения нового казахского алфавита на основе латинской графики. Одни ученые склоняются к мысли, что не стоит перегружать алфавит новыми буквами, выступая за дифтонги. Другие считают, что писать один звук двумя буквами – это не выход. Однако все они выступают за переход казахского алфавита на латиницу. Мирамгуль Салхимбаева, Андрей Тенжа, Слан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандзинский. Сегодня латинский алфавит использует более 4 миллиардов человек. Переход казахского языка на латиницу является одной из актуальных тем. На слушаниях в парламенте представлен один из разработанных вариантов алфавита. Однако у казахстанцев разделились мнения. Одни выступают за дифтонги, другие считают, что необходимо вводить дополнительные буквы. Аблай Карин, активист из Караганды, владеет несколькими языками. Идею перевода казахского языка на латинский алфавит поддерживает полностью. Также он считает, что предложенный вариант алфавита является самым лучшим. По его мнению, легче всего новый алфавит воспримет молодое поколение. В представленном алфавите 25 букв. Именно столько, сколько в латинском алфавите. Некоторые казахские звуки представлены двумя буквами. Сегодня есть разные мнения. Одни за дифтонги, другие против. Но не нужно этого бояться. В мировой практике существует такой комбинированный подход. Например, Германия сегодня пришла к выводу, что необходимо отказываться от дополнительных букв в алфавите. На мой взгляд, первый вариант очень удобен. И я думаю, что мы поднимемся на следующий этап мирового развития. Переход казахского языка на латинскую графику неизменно приведет к значительному скачку в развитии страны и интеграции в мировое культурное пространство. Об этом говорили на заседании областной ассамблеи народа Казахстана в Карагандинском доме дружбы. Переход казахского языка на латинскую графику даст Казахстану возможность войти в мировое культурное пространство. Данное заседание областной ассамблеи народа Казахстана в первую очередь предназначено для молодого поколения. По мнению организаторов, именно им предстоит в скором времени воплощать в жизнь идеи и проекты, зарожденные сегодня. Оппоненты этой идеи, те, которые считают, что латинца повлечет за собой большое использование денежного материала, материальных средств, на самом деле не должны бояться этого, потому что были такие скептики и у проведения экспо, а на сегодня экспо стало брендом Казахстана, заявило о Казахстане как о мощном инновационно направленном государстве. Поэтому сегодняшний наш разговор посвящен не только латинице, а тем молодым людям, которые собрались в этой аудитории, для которых в принципе все это и созидается, те, которые будут определять будущее нашего современного Казахстана. Участники заседания отметили, что внедрение латиницы затронет также мировоззренческие аспекты человека. Чтобы это прошло безболезненно, за круглым столом обсудили наиболее продуктивные технологии и процедуры внедрения. Не случайно свою программную статью президент Казахстана Нурсултан Азарбаев назвал «Модернизация общественного сознания». Для того, чтобы еще более успешно и, может быть, более быстро и эффективно осуществлять модернизацию экономики нашей страны. Я думаю, что вы обратили внимание на выступление главы государства на открытии сессии парламента шестого созыва, где президент сказал очень ясно, что часы модернизации отсчитывают не годы и дни, а минуты. В Доме дружбы отметили, что практически все государственные программы, представленные в программной статье главы государства, направлены на молодежь. Участники отметили, что для пропаганды внедрения латиницы необходимо подключить социальные сети и средства массовой информации. Андрей Тент, Олегин Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. В Карагандинском государственном университете состоялось открытие турнира по мини-футболу, баскетболу и волейболу среди молодежных организаций и молодежных центров. Соревнования проходят на Кубок Акима области. Они посвящены международной выставке «Экспо-2017». Все подробности в репортаже Бигзата Аликайдарова. Руслан Хайрулин выступает за команду шахты имени Кузимбаева города Сарань. В подобных соревнованиях выступает не впервые. В прошлом году он уже пожинал лавры чемпиона данного турнира и чемпионата Карагандинской области по баскетболу. В нынешнем сезоне ставит цель удержать имя победителя. В своих соперниках он видит достойных конкурентов. Пожелаю всем соперникам удачи, побед. Ждем боя от соперников. Руководитель отдела детских и молодежных неправительственных организаций управления по вопросам молодежной политики Альжан Ахметов подчеркнул важную задачу соревнований, которая является одной из важных направлений политики нашего государства. А именно к 2020 году привлечь 30% населения страны к занятию физической культурой и спортом. Основная цель данного турнира это пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, а также профилактика вредных привычек, табак, курение, алкоголизма. Сегодня в данном турнире принимают участие все города и районы Карагандинской области. Спортивный праздник стал традиционным. Он проводится уже в третий раз. Около 40 команд со всех регионов области собрались в состязаниях по мини-футболу, волейболу и баскетболу. Победители и призеров ждут награды и ценные призы. Бигзат Аликайдаров, Тулеген Рашитов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В предстоящие выходные весь мир ожидает большой боксерский поединок. Бой с участием нашего земляка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, который пройдет в Лас-Вегасе. Специально для карагандинцев будет организована трансляция на LED-экранах у Дворца культуры Горняков, Дома дружбы и Дворца культуры Нового Майкудука. Трансляция также пройдет в центре бокса имени Серика Сапиева. Трансляция состоится утром 17 сентября. Самый долгожданный бой для фанатов и болельщиков бокса пройдет на арене Таймобайл в городе Лас-Вегас, США. Супербой с участием Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, несомненно, войдет в историю бокса. Как бита лучших средневесов мира. Как говорят в народе, единственный человек, который может поднять всех казахстанцев рано утром в воскресенье, это Геннадий Трипл-Джи Головкин. И мы решили проверить, так ли это. А с воскресеньем утром будут с друзьями сидеть за Головкина болеть. И он, это серьезный конкретный бой, и он и будет. По идее, самый серьезный, это соперник у него, по идее. Будем за Головкина болеть. Я обязательно посмотрю этот матч, потому что болею за нашего чемпиона. На данный поединок сделано много различных прогнозов. Разными людьми, от экспертов спорта до звезд шоу-бизнеса. И, конечно же, интересно узнать, что думают о поединке специалисты-тотализатора. На данный момент коэффициенты на Геннадия Головкина идет 61-63, и на Альвареса идут коэффициенты 2-45. Мы принимаем ставки в любое время, 24 часа в сутки. Наше население очень активно болеет за Геннадия Головкина. Прогнозы прогнозами, но имя чемпиона определит ринг, перчатки и бой. Пожелаем удачи и, конечно же, победы нашему простому парню из Майкудука Геннадию Головкину. Бигзат Аликайдаров, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман Салволмстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова